Привет, друзья! Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, проблема обжорства вам не чужда. Давайте я сегодня вам расскажу о трех способах, с помощью которых можно немножечко побороться с этой проблемой. Итак, способ первый. Когда вы чувствуете, что подкатывает приступ обжорства, и предположим, предметом этого обжорства становится у нас какой-нибудь вредная сладость, например, торт, сделайте следующее. Посмотрите на этот торт и начните проговаривать вслух свое желание. Ну, например, «Сейчас я собираюсь съесть огромный кусок торта» или «Сейчас я собираюсь съесть целый торт». И чем большее количество раз вы будете проговаривать вот эту фразу, причем обязательно указывайте количество еды, которое вы планируете сейчас съесть, которому вы хотите сейчас обожраться, грубо говоря. То есть, если вы думаете, что вы способны съесть целый торт, вы прямо честно так и говорите, «Сейчас я буду есть целый торт». Чем дольше вы будете проговаривать, тем четче становится картинка в вашем мозге, и, скорее всего, ваш мозг запротестует. И он не позволит вам съесть огромное количество, может быть, вы договоритесь со своим разумом, что в этот раз количество порций будет значительно меньше того, что вы запланировали. То есть, вместо целого торта, возможно, это будет один маленький кусочек. Способ второй заключается в следующем. Когда вы собираетесь обожраться, извините за такое выражение, обожраться тортом, скорее всего, вы планируете получить удовольствие. Так, давайте получать удовольствие тогда не только вкусовыми рецепторами, но и зрением, обонянием и другими нашими органами. Давайте начнем этот торт лицезреть. Начнем с того, что будем внимательно его рассматривать. Можно даже взять лупу или очки и начать рассматривать очень подробно, из скольких слоев он состоит, какого цвета эти слои, чем эти слои между собой соединены. Это кремом? Каким кремом? Джемом? Каким джемом конкретно? Клубничный он или апельсиновый? Если это крем, какой он заварной или он из сливок, попробуйте его помехать и догадаться, что это за крем. Посчитайте количество цветов в этом торте, то есть какими красками он украшен. Либо это розово-желтый крем, или это коричневый цвет одного из слоя торта, может быть он сделан из какао. Попробуйте его весь обнюхать и представить себе, из каких ингредиентов он сделан. Можно даже сделать следующее. Взять вилку и немножечко вот так покрошить этот кусочек, чтобы крошки упали на тарелку. И внимательно рассматривайте эти крошки через лупу. Представьте себе, какой путь прошла эта консистенция перед тем, как стать тортом. То есть чем она была. Была она колоском в поле, крупинкой сахара или еще чем-то. И как это все превращалось в торт. Когда вы его осмотрели со всех сторон, обнюхали, теперь попробуйте включить свои вкусовые рецепторы и начните его тихонечко облизывать. Можно просто вот языком лизать, а можно взять пальчиком крем и облизать пальчик. И начните смаковать вот этот кусочек маленький крема или там тесто, то что вы взяли. Начните его смаковать и представляйте себе, какие специи добавлены в этот торт. Так, что-то там, может быть это ром или коньяк, а какой коньяк? Так, что-то вроде напоминает апельсин, а может не апельсин, а может это лимон. Так, а сверху торт украшен фруктами. Попробуйте взять маленький кусочек фрукта и тоже его посмаковать. И представьте, что он когда-то рос где-то на солнечной долине, кто его сорвал, этот фрукт. В общем, представьте себе всю историю этого торта. И дело в том, что гормон удовольствия имеет определенный временной интервал, промежуток. То есть, чем больше вы получаете удовольствия общего и от лицезрения, и от запаха, и от облизывания торта, тем меньше шансов вы оставляете гормон удовольствия. То есть, гормон удовольствия, он не будет литься вечно. Он существует в какой-то определенный промежуток времени. И когда вы его удовлетворяете, он просто исчезает, этот гормон. Поэтому, вполне возможно, что, осмотрев, обнюхав и облизав этот торт, вполне возможно, что вы уже расхотите пробовать его. Но, даже если вам и захочется все-таки его отведать, пожалуйста, возьмите один кусок себе на тарелку, положите себе один кусочек маленький этого торта, и начните его валять во рту. Сделайте над собой усилие, пожалуйста, не проглатывайте сразу весь кусок, валяйте его во рту долго-долго, смакуйте его, превратите его в липкую, сладкую, тягучую массу. Не давайте ему возможности проникнуть в вас до тех пор, пока он полностью не растворится в вашем рту. Даже когда он уже растворился и превратился в эту липкую массу, продолжайте его валять между щеками, по языку, по нёбу. Размазывайте его по всей полости рта. И прочувствуйте всю его вкусовую гамму, всю его сладость и все-все его оттенки вкуса. И вот в то время, пока вы будете этот маленький кусочек торта валять во рту и знакомиться с его вкусовой гаммой, гормон удовольствия потихонечку будет исчезать. И когда вы занесёте вилку для того, чтобы взять очередную порцию этого торта и вложить в рот, вполне возможно, что гормон удовольствия уже покинет вас, и вы уже просто не захотите продолжать свою трапезу. И вполне возможно, что этот кусочек торта недоеденный останется лежать у вас на тарелке. Таким образом вы сможете побороть своё обжорство. И третий способ, он заключается в том, чтобы выстроить график по обжорству. То есть сказать себе, что... Или даже написать на бумаге, что вот сегодня вы будете обжираться, скажем, в 12 часов дня. Прямо напишите себе на стене это расписание, там основные приёмы пищи, и в 12 часов обжорства. Запланируйте себе обжорство тортом вот на этот период времени. И когда вы будете ходить полдня в ожидании вот этого вот периода обжорства, вполне возможно, что и в вашем мозге произойдёт какая-то работа, вы всё это осознаете, переосознаете. Вполне возможно, что ваш гормон удовольствия просто устанет ждать. И к тому времени, когда наступит начало обжорства, вы просто уже не захотите этим заниматься. Ну, а если наступил всё-таки час обжорства, и вы всё-таки придвинули к себе эту тарелочку с тортом, пожалуйста, вспомните про первые и вторые способы, и повторите их. Либо первый, либо второй, либо оба вместе. Вот таким способом, такими способами вы можете вести борьбу со своим обжорством. Есть ещё несколько способов, их немало, но об этом я расскажу в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»